ВОДОРАЗДЕЛУ ВОДОРАЗДЕЛУ Кто считает, что не обязательно? Ну давайте для примера, я буду таким человеком, вы меня попробуете переубедить. Вот я так для примера, считаю, что для того, чтобы интерпретировать Библию, чтобы толковать Библию, совершенно не обязательно быть возрожденным человеком. И аргументирую я свою позицию следующим образом. Смотрите. Во-первых, сами пророки далеко не всегда понимали, что они пишут. Они высказывали Слово Божие, но далеко не всегда они имели полное понимание того, о чем говорят. Моя задача сегодня заключается в том, чтобы изучить язык оригинала по возможности. А разобраться в том, как пишется художественное произведение, в том, как пишется литературное произведение. И на этом основании, на основании исследования текста, я смогу толковать библейский текст точно так же, как я буду толковать текст Пушкина, Лермонтова, Шекспира. Вы говорите об исторических преградах, лингвистических преградах, географических преградах к толкованию, социологических, если хотите. Вот я эти все преграды попытаюсь преодолеть. Я исследую культуру того времени, историю того времени, общество того времени, язык того времени. И, в общем-то, для меня этого достаточно. Я смогу толковать священное писание. Возрожденным человеком для этого мне быть совершенно необязательно. Какие есть ответы? Я хотел бы сказать свою версию. Давайте. Пророки и авторы книги Библии, они были движимы Духом Святым. Вы говорите, если мы принимаем действительно, что слово исходило от Бога, значит, Дух Святой вдохновлял. Бог вдохновлял этих людей, и они были движимы Святым Духом. Отсюда, чтобы понимать значение Богу Духновенных слов, необходимо быть возрожденным человеком. То есть, иметь Духа Святого внутри себя. Иметь разумение, духовное разумение данной книги. Того же Духа, который вдохновлял пророков, автора священного писания. Автора священного писания. Именно потому, что они были вдохновены Духом, вдохновены Духом. А нам для понимания этого текста нужно быть вдохновляемым Святым Духом. А что разума мало? Разума вы поймете те вещи, которые лежат на поверхности Писания. Так. Которые ясно и увидит любой человек, читающий это. И даже эти вещи многие люди не видят. Но сказать, например, как слово стало плотью, не верю в это. Потому что раз вы не возрождены, вы не верите в это. Вы не можете объяснить. Или как человек может воскреснуть и стать новым человеком, к новой жизни. Тоже с ним не сможете объяснить. А вы можете это объяснить, Валерий Николаевич? Я объясняю это верой. А у вас веры нет. Да. Если я приступлю к этой позиции, то да. Хорошо. Значит, тогда получается, что одного понимания недостаточно, одного разума недостаточно. Тут вопрос еще и в том, что наш разум извращен. Прочтите, пожалуйста, послание к римлянам. Первая глава, 21 и 22 стих. Римлянам 1, 21-22. На самом деле существует немало учреждений, в том числе учреждений образования, которые называют себя богословскими. Это учреждения, где люди получают богословское образование. Среди прочего, студенты таких учреждений, учебных заведений, занимаются и изучением священного писания, изучением Библии. Ну, как, кстати говоря, и изучением священных писаний других, как они выражаются, других религий. Но штука в том, что толкование священного писания требует, чтобы человек был возрожденный. Потому что Бог, изменяя наш разум, делает этот самый разум готовым к пониманию Библии. — Да. — Значит, наш директор колледжа, Джим Макнил, да, рассказывал такой случай, что, я не помню, в какой богословской семинарии или заведении, значит, в Америке преподавал богословие неверующий человек. И преподавал очень хорошо, как он выражался. То есть, он преподавал правильно. Как вот это объяснить? С вашей точки зрения. — Дело в том, что правильно преподавать мы можем. Особенно богословие. Потому что, понимаете, в конечном счете богословие — это некая сумма понятий. То есть, эти понятия можно усвоить, эти понятия можно изложить. Но помните, мы с вами сегодня начинали с книги Ездры, 7 глава. Мы говорили о чтении, то есть наблюдении, чтении, применении и преподавании. Уже научении, да. Значит, если этот человек неверующий, то он может хорошо учить, он может хорошо преподавать. Проблема будет в том, что ведь богословие, оно не ограничивается лишь неким списком принципов. Будет вопрос, а в твоей жизни это богословие есть или нет? Преподавать мы можем, и даже неплохо можем. Есть очень неплохие библейские комментарии даже, которые написали неверующие люди. Один из интереснейших комментаторов, который писал по посланию апостола Павла к Ефесиным, начинает свой комментарий с того, что говорит, ну, скорее всего, это послание на самом деле писал не Павел и не Ефесиным. Но кое-что полезное там есть. И потом в комментарии немало действительно интересных наблюдений, полезных наблюдений. Но смысл Слова Божия не только в том, чтобы проникать в наш разум, сколько проникать в нам сердце. А как такие люди попадают на преподавание в такое место? А это вопрос не к нам, и не к вам, и не ко мне. Можно я не интерпретирую еще вопрос? Давайте. Дело в том, что раньше, когда было богоборчество у нас в стране, у нас были как бы атеистические кружки, которые говорили против Бога. И через эти кружки есть случаи, мы читаем об них. Вот я читал Чака Колсона книга «Тело Христова». Там одна девочка уверовала через этот атеистический кружок в Бога. То есть это работа Бога, это действие Духа Святого. И через какой предмет или через какого человека Бог будет действовать, это Бог выбирает этот вопрос. То есть выбор инструмента остается за Богом. Да, выбор инструмента остается за Богом. И теперь я как бы вашу позицию отвечу на вашу оппонента. Я считаю, что вы можете разумом понять Библию, но только вам нужно быть на данный момент Адамом до грехопадения. А, ну да, чтобы разум был несказанным. Да, надо быть Адамом до грехопадения. Более того, можно оговориться, что мы до какого-то этапа, до какого-то момента все-таки разумом понимаем Библию. Когда мы говорим о том, что для толкования нужно быть возрожденным человеком, это не значит, что невозрожденный человек вообще ничего не сможет понять в Библии. Это значит, однако, что очень важного элемента понимания, интерпретации Библии, действия Святого Духа в жизни невозрожденного человека не будет. Помните, Иисус говорил, что придет утешитель, Дух Святой, и вот он научит, он наставит. Иоанн потом повторяет в своих посланиях эту мысль, что сейчас мы возрождены, мы имеем Духа. А вот невозрожденный, неверующий человек не имеет Духа. Чему-то он даже может научить, но дальше возникает стена. Вот эта стена духовная, она преодолевается только Святым Духом. Но у этого вопроса о том, кто может заниматься толкованием, кто может заниматься герминевтикой, есть еще одна очень важная грань. Мы видим, что все-таки герминевтикой может заниматься и возрожденный, и невозрожденный человек, но по-настоящему толковать может только возрожденный человек, по понятным и объясненным на его же причинам. Другая грань заключается вот в чем. Герминевтика, толкование Священного Писания, это дело для всех христиан, или только для каких-то избранных, для немногих. Что я имею в виду? Большинство представителей той культуры, к которой мы принадлежим, того народа, в котором мы с вами живем, не приучены читать Библию самостоятельно. И уж тем более не приучены высказывать по поводу Библии какие-либо суждения. То есть человек может даже в церковь ходить, человек может в богослужении участвовать, но когда речь идет о Библии, о Божьем Слове, вот наступает какой-то ступор. Что обычно говорят номинально верующие, а иногда и не только номинально, а реально верующие люди, с которыми пытаешься говорить о том, что вот как ты думаешь, что значит это место Священного Писания, что говорят люди, которых пытаешься вывести на то, чтобы они занялись интерпретацией, толкованием Библии. Да очень часто они ничего не могут по этому поводу сказать. Они говорят, ну вот батюшка знает, или служитель знает, или пастор знает. И если возникают вопросы по поводу толкования, обращаются либо к пастору, либо к служителю, либо к батюшке, либо к комментариям, вместо того, чтобы сесть и прочитать Библию самостоятельно, вникнуть в то или иное место Священного Писания. Да, и разве можно ее читать, ее нужно целовать. Чтение, интерпретация, толкование Библии, это дело для избранных, это дело для немногих, это дело лишь для определенной группы людей. И, в общем-то, у такой точки зрения есть определенная традиция, причем традиции очень давние. Вы помните, мы с вами говорили в предыдущем курсе о библейских рукописях. И вы помните, что до IX века этих самых библейских рукописей было очень мало. Кто мог позволить себе иметь у себя дома весь Новый Завет, а уж тем более весь Ветхий и Новый Завет? Очень состоятельные, богатые люди. Совершенно верно. А более того, часто даже в учебных заведениях, мы с вами тоже об этом говорили, еще в XIX веке одной из проблем учебных заведений в России было в том, что в этих учебных заведениях было недостаточно Библии на русском языке. Я приводил вам пример, когда на целый класс учебного заведения, значит, несколько, достаточно много студентов, нет ни одной Библии. То есть, доступ к самым текстам священного писания был ограничен. Значит, у себя мог Библию позволить иметь только состоятельный человек до изобретения книги печатания, а и еще люди, которым по должности или по служению, по их призванию положено Библию читать. Ну, священнослужители, духовенство. Соответственно, когда Библия читалась публично, с кафедры, или как часть богослужения, естественно, что происходило? Человек читал Библию и интерпретировал, толковал Библию. А что, любой желающий в средневековой церкви мог выйти и начать что-то такое по Библии говорить? Да нет, конечно. Это мог сделать человек обученный, человек образованный. А служитель, священник, батюшка, как хотите, именно за таким человеком и закрепляется традиционно право толковать Библию. Но и он толкует Библию не сам. Не сам батюшка, не сам служитель, где-то взял, его там поразила какая-то великая библейская мысль. Он толкует Библию, руководствуясь, как вы думаете, чем? Преданием отцов. Да, святоотеческой традицией. Он смотрит, как это место священного писания принято толковать, дабы ересь не принести людям. Вот он берет другое, чужое толкование, и он читает людям священное писание и истолковывает. А потом наступило две революции, причем они на самом деле очень тесно друг с другом связаны, Бог это все вовремя устроил. Во-первых, это революция реформации, но еще раньше это революция появления книгопечатания. Вдруг священные тексты стали доступны массовыми тиражами. Вдруг человек сначала не очень богатый, потом уже совсем не богатый со временем получил возможность пользоваться Библией, читать Библию. Некоторые из вас, наверное, помнят то время, уже, в общем, довольно давно, лет 15-20, уже 20 лет назад, когда мобильные, 18-19 лет назад, 17, когда мобильные телефоны были роскошью. Я могу вам вспомнить, и сказать, сколько в 1992 году стоило в Москве приобрести мобильный телефон. В 1992 году контракт в Москве на мобильный телефон, приобретение мобильного телефона стоил 7 тысяч долларов. Как вы думаете, кто мог себе позволить такую игрушку? В 1992 году? Да, естественно, только очень богатые люди. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com И вот начало, середина 90-х годов человек с мобильным телефоном в каком-нибудь фальшенебельном ресторане или даже потом уже на публике в театре где-нибудь или в аэропорту. И вот он сидит показывает эту мобильную свою игрушку, свою штучку, игрушку свою любимую. И видно как он красуется. А потом к концу 90-х годов мобильные телефоны стали доступны всем. Вот те люди которых принято было называть новыми русскими сказали а что это такое? Вот я платил 7 тысяч долларов 5 тысяч долларов а сейчас вот эти ходят 500 долларов каких-то несчастных отдали и мобильные у него. Потом еще меньше. Но мобильный телефон стал общепринятым распространенным примерно то же самое только на протяжении более продолжительного периода времени происходило и с Библией. Библия которая была доступна для толкования и интерпретации лишь немногим при том что все остальные должны были слушать интерпретацию этих немногих вдруг становится доступной избранным и возникает между прочим очень резонное соображение возражение так что же будет если каждый крестьянин если каждый рабочий потом уже начнет сам как ему вздумается Библию толковать не зная святоотеческого предания не связываясь не советуясь с авторитетами в духовной сфере что будет если не дай Бог Валерий Николаевич вдруг возьмет Библию и сам читать и толковать ее начнет не интересуясь у кого-то еще как бы вот это правильно толковать правильно ереси начнутся потому что каждый толкователь принесет свое толкование и вот возникает этот величайший вопрос тоже важнейший вопрос герминевтики герминевтика она открыта кому понятно что возрожденному человеку но любому возрожденному человеку или немногим тем немногим кто имеет особое призвание особое образование кто потратил три или четыре года по крайней мере на изучение древних языков кто потратил три или четыре года на изучение приемов герминевтики а кто занимается этим вот кто может и должен толковать священное писание пожалуйста ваше мнение последний последний то есть кто поучился потому что он подготовлен давайте попробуем это мнение потому что он подготовлен потому что скорее всего ереси он не придумает а все остальные будут ходить к нему и учиться и спрашивать пастор дорогой изъясните мне непонятливому что значит это место священного писания как вам такая картинка скажите пожалуйста дар учительства это относится к герминевтике конечно ну тогда согласно писанию я думаю этот дар дается от бога толковать и заниматься учительством да это вторая поддержка это второй аргумент в том что герминевтики должны заниматься не все избранные ага хорошо еще я кстати ладно давайте это озвучим потом посмотрим дальше скажите а благовестием кто должен заниматься благовестием все почему а ведь есть дар благовестия тоже дар благовестия да потому что идите научите все народы всем было сказано великое поручение великое поручение всем какое соотношение между великим поручением с одной стороны и даром благовестника с другой великое поручение ко всем дар благовестника немногим но благовестие это как теперь вот хорошо тогда я думаю человек достигший определенного духовного уровня может заниматься толкованием определенным духовным уровнем тема определенного ну вот как павел говорит чтобы молился он за ефесскую церковь говорит что познали что широта что долгота что глубина что высота ну то есть определенные знания чтобы получили для того чтобы можно было толковать слово божье еще мне никакие есть по этому поводу я думаю что возрожденному человеку Богу будет открывать писание даже бабушки у нас иногда так толкует что сам не додумаешься до этого такой обученный человек можно сказать понимаете иногда толкует так что не додумаешься в хорошем смысле ну да думаешь ну как я это не видел она очень просто это объясняет а иногда так что ты думаешь как же она такого додумалась как ей в голову такое пришло вроде возрожденная бабушка все нормально но на самом деле этот вопрос не прост и две крайности да либо все толкуют либо толкуют только образованное только подготовленное смысл я думаю здесь вот в чем ведь есть точно так же как есть разные уровни благовестия есть разные уровни толкования у некоторых людей есть дар благовестника это означает что они особым образом призваны к благовестию но и другие тоже занимаются благовестием у некоторых людей дар учительства они призваны особым образом учить других людей но это не значит что все описания интерпретировать толковать другое дело что мы понимаем определенную свою ограниченность мы не имеем права сказать слушайте вот у меня такое толкование получилось ни в одном комментарии я такого не видел но мне нравится и поэтому я сейчас всех буду этому учить вот такого права у нас нет но с другой стороны нельзя говорить как говорилось в средневековье как говорилось во времена ранней реформации что вот ребята значит вы не имеете права читать книгу Библию поскольку вы не подготовлены а в том то и смысл слово Божие оно как бассейн где есть место для ребенка когда ребенок может пойти поплескаться даже еще не умея плавать и где есть глубокие места глубокие места предназначенные для серьезного настоящего подготовленного пловца если не пускать ребенка в бассейн а показывать ему плавание только по телевизору то он никогда не научится плавать с другой стороны если бросать в глубину бассейна людей еще не подготовленных то тоже ничем хорошим это не кончится значит естественно каждый человек в какой-то степени может и должен заниматься герминевтикой ну по крайней мере каждый может и должен читать священное писание но давайте помнить о том что у каждого из нас есть определенные ограничения а иными словами когда у вас вдруг появится какие-то вам вдруг придет какое-то необычное толкование библии ну по крайней мере сверяйте это толкование с другими для того чтобы не ошибиться для того чтобы не попасть в эту самую глубокую часть бассейна в этой связи хочу сказать вот что сегодня в церквях распространена такая вещь люди говорят ну как же постоянно проповедуем об одном и том же вот надо в известном библейском фрагменте найти что-то такое чего раньше никто никогда не слышал сама по себе идея может быть и неплохая если действительно в данном библейском фрагменте есть то что мы в нем находим к сожалению не всегда то что люди реально находят в библейских фрагментах там есть поэтому тут нужна определенная осторожность итак следующий предпоследний уже вопрос который влияет на наш подход к толкованию заключается вот в чем священное писание оно призвано дать нам и сказать нам истину обо всем что в нем написано или только по вопросам касающимся нашего спасения оформить позицию в данном случае можно такой фразой священное писание не призвано учить нас тому как устроен мир или как воспитывать детей священное писание призвано привести нас к спасению соответственно все что мы читаем в библии нужно интерпретировать именно в этом смысле в смысле руководства к спасению в библии могут быть небольшие ошибки может быть и большие ошибки но в конечном счете цель писания не научить нас ответом на все вопросы мироустройства а привести нас к спасению об этом возражении мы на самом деле уже говорили в предыдущих курсах поэтому сейчас скажу очень коротко многие американские учебные заведения прошли достаточно неприятный путь сначала они были действительно христианскими учебными заведениями начиналось все с того что люди доверяли священному писанию доверяли слову божию доверяли богу потом стали говорить о том что вы знаете в некоторых моментах библия ошибается в чем-то она заблуждается но уж в том что касается спасения библия точно не ошибается потом стали делать следующий шаг и сказали в чем-то библия ошибается в том что касается спасения она точно не ошибается. Но кроме Библии есть еще другие авторитеты по поводу того, как нам прийти ко спасению. Ну, посмотрите, например, что могут предложить мусульмане. А посмотрите на замечательные моменты в книге Мормона. А посмотрите, еще какие-то дополнительные источники. Там тоже полезно. Следующий шаг. Библия ошибается в вопросах истории. Библия иногда ошибается и в вопросах спасения. Но по большей части она говорит правду. И если даже ошибается, то просто по той причине, что авторы Писания были людьми. Ну и, соответственно, все мы, люди, ограничены в нашем понимании. Вот по большей части все нормально, но есть ошибки в этом. Видите, как от более или менее невинного, на первый взгляд, утверждения, что да, Библия это великая книга, которая предназначена для нашего спасения, мы переходим на самом деле к отрицанию Библии, к отрицанию Слова Божия. Потому что постепенно приходит ересь. Понимаете, ересь никогда не захватывает сразу. Потому что, если она попробует захватить сразу, то вы поймете, что это ересь. Она приходит постепенно. Она приходит понемножку. Вот утверждение о том, что да, мы должны заниматься герминевтикой, но учитывая тот факт, что Библия говорит истину лишь о том, что важно для нашего спасения, это утверждение на самом деле очень и очень опасно. Оно кажется простым, но на самом деле выводит нас на очень тонкий и непрочный лед. Есть еще один момент. Человек, который подходит к Библии с предмнением или с предположением о том, что Библия целиком Слово Божие, такой человек будет стремиться найти решение из самых сложных вопросов. Такой человек будет читать библейский текст и стремиться разобраться в нем. Даже если сначала что-то в нем покажется непонятным. С другой стороны, человек, который говорит о том, что в Библии есть Слово Божие и определенные изменения, искажения, принесенные людьми. Такой человек, встретив сложное и непонятное место, скажет, а, это человеческое искажение. И дальше этим местом заниматься не будет. Дальше над этим думать не будет. То есть, в какой-то момент он просто спишет вот это на человеческое искажение, и все. Вот в этом тоже заключается достаточно серьезная опасность этого вроде бы интересного и неплохого подхода. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, есть опасность вот в таком неправильном истолковании на момент. Допустим, я расскажу такой случай. Парень прочитал в Слове Божьем, в Ветхом Завете, когда Господь говорит к священникам израильского народа, что «воскурение ваших, противное мне ваше воскурение». Он говорит о поклонении. Этот парень истолковал это в своем, ну, в отношении к себе, то есть, применил это слово к себе и на основании этого бросил курить. Да, это говорится в книге пророка Исаия, первая глава, «курение ваше, противное мне». Вот. Тут интересная, на самом деле, вещь. Парень сделал правильную, сделал верный поступок. Он позаботился о своем теле, о своем организме. Место, на основании которого он сделал поступок, к нему совершенно не относится. Да, и речь идет совершенно не о том курении, которым занимался этот парень. То есть, в результате получилось из неправильного толкования, из ошибочного толкования, получился хороший результат. Конечно, толкование неправильное. Конечно, если бы мы с этим парнем или вы с этим парнем сели, вы бы, наверное, ему сказали, слушай, вообще ты молодец, что бросил курить. Ну, в частности, потому, что когда ты куришь, ты приносишь вред своему телу. Вот. И оскверняешь свое тело. А Христос живет в тебе. Значит, ты оскверняешь образ Божий, который в тебе. Ты приносишь свое тело, то, чего в нем быть, вообще говоря, не должно. Но в данном случае человек прочитал место из Священного Писания, Бог его все-таки, я думаю, обличил, даже через это не совсем верное толкование, и вот произвел плод в его жизни. Понимаете, какая вещь? Очень часто Бог по своей милости как-то особенно заботится о том, чтобы наши ошибки в проповедях как-то повернуть, обратить во благо. Я приводил пример. Первая христианская проповедь, которую я слышал, когда в первый раз в жизни пришел в церковь, был молодым, неопытным, 16 лет, 16 лет, нет, 17 лет мне тогда было. Иисус разговаривает с Филиппом и Нафанаилом, когда Филипп находит Нафанаила, приходит ко Христу, и Иисус говорит Нафанаилу, вот я видел тебя под смоковницей. И проповедник металл грома и молнии о том, а что делал Нафанаил под смоковницей. Наверняка что-то непристойное, потому что даже у самого Иисуса не повернулся язык сказать об этом вслух. А с точки зрения толкования это было совершенно не в тему. Более того, Иисус говорит Нафанаилу, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Но я, услышав эту проповедь, думаю, да, а потом проповедник говорит, а что делаешь ты под своей смоковницей? И я задумался о том, что делаю я под своей смоковницей и как я пытаюсь убежать от Бога и что Бог меня видит под этой смоковницей. Толкование было неправильное, а по своей милости Бог то, что было в общем-то неправильным, обратил во благо, во спасение. Так и вот с этим молодым человеком толкование было неправильное, Бог через это неправильное толкование привел его к себе. Аналогичный вопрос, между прочим, возникал, и как вы, наверное, помните, в истории церкви, в времена преследований, римских преследований, был такой, еще до того, как христианство стало официальным, официально признанным, был такой момент, когда христиане должны были сделать выбор. Либо ты должен был отказаться от Христа и поклониться языческим богам, либо тебя казнили. Все очень серьезно было. И вот некоторые служители, реально призванные служители, тогда отказались от Христа. Они решили избежать преследований и поступить как язычники. Они отказались от Христа. И вот вопрос, который возник у историков, у тогдашних отцов церкви, у тогдашних церковных деятелей, был следующим. Допустим, пастор, служитель, епископ таким образом отказался от Христа. А вот крещение, которое он преподал до того, как оказался от Христа, они имеют силу или нет? Они действительно или нет? И отцы церкви пришли к вам и говорят, да, они действительно, потому что чудо крещения, таинство в крещении совершает не человек, а Бог. А Бог не отказался от Христа. Вот таким образом Бог иногда использует орудия не совсем готовые для своей цели. Это не дает нам возможности расслабляться, конечно. Это не дает нам возможности думать, что, слушайте, ну ладно, Бог меня все равно как-нибудь использует, поэтому я напрягаться не буду. Но, да, по своей милости он это делает. Вот. Мы с вами разобрали основные вопросы. Естественно, нам нужно было бы говорить также о безошибочности и богодухновенности Священного Писания. Однако, я все-таки отошлю вас к предыдущим курсам, которые вы можете на эту тему посмотреть. Напоминаю вам в частности первое, извините, второе послание Тимофею 3,16, напоминаю вам в частности второе послание Петра, первая голова, 20-21 стих, которые совершенно четко говорят, что вдохновенные не библейские авторы, а само Писание, сам текст Священного Писания, о том, что все Писание богодухновенно, напоминаю вам определение богодухновенности, помните, дословная, то есть вербальная богодухновенность, полная богодухновенность, авторитетная богодухновенность, Священное Писание приходится авторитетом. Если мы с вами признаем это, то и интерпретировать, Толковать Священное Писание мы будем, исходя из его богодухновенности. То есть мы будем рассматривать его как богодухновенный текст и, соответственно, относиться к нему с полной серьезностью. Продолжение следует... Продолжение следует...